Девушки отдыхают Это таллинская ратуша А там на ее шпиле стоит он Наш старый Томас Можно позавидовать его высокой должности И трудовому стажу в несколько столетий Он ведь страж города Он видит все, что происходит в нашем городе Нужно только успеть вовремя повернуться Смотрите, он опять повернулся Что его заинтересовало? Но разумеется, старый Томас не был бы коренным таллинцем Если бы сейчас не смотрел туда, где проходит наша знаменитая мототрасса КОНЕЦ 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 Уходи, уходи. Утирай живот, а то раздай. Ну, я сейчас этому парню покажу. Ой, что за безобразие. Рай вот там, вы не очень ушиблись. Ушиб правую руку. Очень сожалею. А я испугался, когда вы обернулись. Откуда вы меня знаете? Неужели вы не помните? Память плохая. Прошлогодние гонки в Тарту. Вы берете первое место. Это мне мало говорит. Я всегда беру первое место. У финиша вас окружают девушки. Вот это напоминает мне о многом. Вы даете автографы девушкам. Помните, что вы написали одно из них? Я очень хочу говорить, что ты можешь на долгую память самой красивой болельщице. Рай вот там. Значит, вы не забыли? Не забыл, потому что я пишу подряд всем девушкам одно и то же. Каждый, что она самая красивая. Конечно. Значит, вы лжете. Но это зависит от девушки. Если она действительно красивая, я пишу чистую правду. Как, например, написал вам. Вы что, с ума сошли? Не я с ума сошел, а... Здравствуйте. Откуда вы меня знаете? Неужели вы меня забыли? А где мы познакомились? На балу в Тарту в прошлом году. К сожалению, такой гениальной памятью, как вы, я не обладаю. У меня действительно хорошая память. Я помню даже то, что вы сказали вашей подруге, когда мы кончили танцевать. У вас не только гениальная память, но и слух тоже. Так что же я ей сказала? Он мне все ноги отдавил, так? Девушка, здесь идет тренировка. Раздавят вашего щенка. Лучше уйдите. Откуда может знать девушка, что такое тренировка? Видите ли, тренировка... Не интересуюсь тренировкой. Я не могла бросить щенка на дороге. Успокойтесь, щенок уже вне опасности. Девушка так взволнована, ей нужно валерьянку выпить. На повороте люкать и есть медпункт. Сейчас пойду искать. Девушки, идите сюда. Помните, что на повороте С-трасса не в порядке, покрыта песком. Осторожней тормозите. Вовремя уменьшайте скорость. А, Вайке, наконец явилась. Товарищ тренер, разрешите доложить. Вайка Каус явилась в ваше распоряжение. Задержалась по причине экзамена в университете. Машина в дороге. Ну, зачем собака? Что это значит? Собаке не местную тренировку. Я ее подобрала на трассе. На трассе? Да. Ну, девушки, познакомьтесь. Здравствуйте. Принимайте новую подругу. Здравствуйте. Ани, Ани. Здравствуйте. Вот знакомство, твой самый серьезный конкурент. Здорово окончено. Ой, щенок. Садись на машину, Аня, выезжай на трассу. Ничего, поедешь медленно. Костюм тебе не помешает. Узнаешь, какая трасса. Девушки, можно он у вас останется? Ну, конечно, можно. А куда ж тебя девать, а? Давай, посадим в мешок. Иди сюда. Ну, ладно, зажай его. Ну, вот, вот. Ну, вот. Ну, как твои экзамены? Осталось физико-техническое черчение. Дали отсрочку на месяц. Хочешь поумнеть заочно? Оптимист. Мальчики, дайте кто-нибудь огня. Ты же обещал бросить курить. Я один обещал, все обещали. Так ведь все и бросили. Брайво, помни, никотин это смерть. Бачка запросто убивает верблюда. Лошадь. А что лошадь? А разве этого мало? Обещал, чтобы не расстраивать тренера. А куришь, чтобы самому не расстраиваться, верно? Что ж, пойду куда-нибудь за огнем. А вы взволнованы, вам нужно валерьянки выпить. На повороте люкать и есть медпункт. Сумасшедшие. Хорошо сказала. Вот так девушка. Кто она? Моя знакомая. Учится в Тарту. В Айке Карос. Ой, талант. Больше всего математикой увлекается. Вроде меня. А математиками она увлекается? К сожалению, абсолютно нет. У нас ее даже ледышкой прозвали. Ерунда. Ерунда, все они одинаковы. Если ты так думаешь, тебя не везет с девушками. Ну, а если ты думаешь иначе, твоим девушкам с тобой не везет. Давай спорить. Я эту вашу ледышку берусь растопить, ну, самые большие за неделю. Ты вдвойне ошибаешься. Во-первых, эта девушка вовсе не такая, а во-вторых, остальные не такие, как ты говоришь. Кажется, Райва забыл, что девушка приехала на соревнования. Да что соревнования? Ребята, поверьте мне, для девушки сердечные дела всегда самые важные. Но не для всех девушек. Для всех. Ерунда. А я тебе говорю, что ты убедишься в этом в течение недели. Давай спорить. Ну, вот болтаешь, а по рукам ударить боишься. Я ничего не боюсь. Но за это бьют не по рукам, а... Ну-ну-ну-ну. Я с тобой спорю, хочешь? Предлагай условия парить. Какие могут быть условия? На коробку спичек? Нет, друг, это не годится. Пари, так пари. Если проиграешь, ты должен бросить пить и курить. Понял? О, новый заместитель тренера нашелся. Но не увиливай. И не думай увиливать. Олив, разнимай. Да. А вдруг выиграет Раева? Ты чем платишь? Не знаю. Предлагай. А мне ничего не надо от тебя. Хватит победы. Угу. Угу. Его здесь нет? Кого? Антонио. Это ваш друг? Да нет. Враг. Злейший враг. Вот здесь и здесь. Истекаю кровью. Вот здесь тоже. Но ведь это же укусы. Собака, да? Необходимы укоры. Это щенок. Мой щенок. Вот только не зная, какой он системы. Однако трагедия назревает. Ой. Спасибо. Я его хотел подарить Эмилии. Это дама моего сердца. Понимаете? Она безумно любит собаку. Вы тоже? А? Вы тоже? Терпеть не могу. Она вам этого не простит. Кто? Собака? Нет. Дама вашего сердца. Вот именно. Ведь такие необыкновенные собаки родятся раз в 10 лет. Ах, чего только не вытерпиши за любви. Простите. Подождите. Его голос. Спасибо. Что, опять? Что опять? Скажете, опять болит? Болит, честное слово. Честное слово, болит. Указательный палец у вас уже, кажется, болел. И мизинец болел. Да. И большой тоже. Не притворяйтесь. Эви, у меня теперь болит здесь. А, ну я приду в гостиницу. Ага. Хочешь я? Эйнон, ты что завтра будешь делать? Еду на рыбалку. Может, и мне поехать с тобой? Ну что ж, едем. А спиннинг у тебя есть? Есть. Только неважно. Тогда оставь его дома. У меня есть второй. Значит, встретимся на горке Харью в 10 утра. Хорошо, договорились. Поехали, Рейнон. Поехали. О, опять мы встретились, Рейнон. Ах, это вы? Угу. Ну и удивили же вы нас. Кто бы мог подумать, что вы увлекаетесь мотоспортом? Не только мотоспортом, еще кое-чем. Чем же? Я вам сознаюсь. Очень люблю ловить рыбу. Я страстный рыболов. Даже неловко. Чудесно. Я еду завтра на рыбалку. О, завидую. Тогда вот что. Едемте вместе. Ой, нет, что вы нет. Выходит, будто я напросилась. Это так мне удобно. Ну что? И еще потом у меня нет спиннинга. Я вам найду спиннинг. А места есть такие, каких вы в жизни не видели. Клянусь, едемте. А я наварю такой ухи, какой бы вы в жизни не ели. Значит, мы договорились. Я буду ждать ровно в 10 часов утра на горке Харьев. Угу. Райвот. Да? Хорошо, что я тебя встретил. Мне очень неудобно, но придется отдать спиннинг одному товарищу. Ты, пожалуйста, возьми завтрак свой. Я все равно не еду, так что можешь не извиняться. Как? И она отдает мне свои билеты на завтрашний концерт. Чудак, помешался на коллекции. Ей доставать редкие марки. Ах так? Ну ничего не поделаешь? Слушай, куда ты? Съешь что-нибудь? Нет, не буду есть до завтрашней ухи. Эно! А кому ты отдаешь свой спиннинг, а? Ясно, тренером. Все ловчат. Райки! Завтра воскресенье. Что вы делаете? Что делаю? У меня свидание. И я вам скажу с кем. Это интересно. Со мной. Чего вы думаете? Я чувствую. А где мы встречаемся? В театре. Там замечательный концерт. С трудом достал билеты. Какой концерт? Разве? Что разве? А разве вы не слышали, что у меня назначено свидание? Ну пойдете следующий раз на это свидание, а завтра встретимся. Прошу вас. Не отказывайтесь. Поверьте мне, Вайке, если вы завтра не придете... То не случится ничего. А билеты? Поверьте мне, Вайке, я вас очень прошу. Не знаю. Я буду ждать, Вайке. Этот вчера болел? Он и завтра будет болеть. У вас пальцы в порядке? Нет. Ерунда. Нет, нет. Да. Ну что делать? Благодарю. До свидания. До свидания. Ещё один больной. Не знаю, что с ними делать. Ну, довольно на сегодня. Приём окончен. Да, пора. Поедем в город? Нет, лучше к морю. Давай. Конец. Всё в порядке. Едем. Слушай, Райва, завтра утром хороший концерт. Пойдём, а? На него все билеты давно распроданы. Я всё равно не смог бы пойти. Придётся ремонтировать машину. А вот вечером встретимся. Угу. Он, ты лучший муж в целом свете. Вот как. Всё, что принадлежит тебе, бесспорно, самое лучшее. Угу. Всегда ты шутишь? Нет. Сейчас я тебе докажу, что нет. Угу. Так, вот часы. Обычные, каких много. Теперь я их надену на руку моей жены, и они становятся лучшими во всём свете. Видишь, я не шучу. Ой. Ха-ха-ха. Они лучшие в целом мире. Нравятся? Очень нравятся. Ты не только мастер спорта, ты непревзойдённый мастер делать подарки. Я давно мечтала о таких часах. А я мечтал о такой же ине. И ты не ошибся в ней? Ха-ха. Не верю. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Неужели? Это ж самый полный интересный марочный каталог, который только существует. Каталог существует, а меня больше нет. Анна. Анна. Одну минуточку сейчас. А ну, сейчас я тебе покажу. А? Ну что, можно тебя поздравить с поступлением в театр? Спасибо, всё хорошо. Уже танцуешь? О, да. Комнату получите? Да, конечно. А пока в гостинице. Скоро театр едет в гастрольную поездку, а я задержусь. А-а. Всё в порядке. Сестрички опять вместе. Но не надейтесь, теперь я вас путать не буду. Здравствуй, Анна. Здравствуй. Не ревнуй, слышишь? Ой, какой ты заросший. Слушай, это же ужасно. А сейчас модно не бриться. О, ты действительно зарос? Как тебе несовестно. Живо иди в парикмахерскую. Ой. Ну, скорее, скорее. Нет, не пойду, ни за что. Меня выживают. И скорее возвращайся обратно. А я вовсе не вернусь. Вот. Ванька, ты что? Ну, а другой где? Поищи где-нибудь там. А. Вот другой. Это тебе из Ленинграда. Мне? Марат, как я рада. Ты ангел. Ой, спасибо. Марат, прошу тебя, будь ангелом до конца. Не выйдет. Опять что-нибудь натворила? Да. И одна ты можешь меня спасти. Не надейся. Я теперь серьезная дама. Не хочешь? Я тебе всегда помогала. Кто за тебя сдавал экзамен по математике? А интересно, за кого ты ездил на экскурсию в Ригу? О, это не в счет. Ты же не хотела? А Косторку кто за тебя пил, а? А кто за тебя сдавал нормы по плаванию? Ой. Слушай, я должна завтра быть сразу в двух местах. Нет, поезжай один. Я не могу, ты понимаешь? Жаль, у него замечательная коллекция. Поедем лучше в другой раз. Нельзя, старик, отдать все хорошие марки. Ах, беда. Ну, поедем. Завтра пораньше. Договорились? Ага. Не знаю, что делать. Положение абсолютно безвыходное. Сама виновата. Не назначай сразу два свидания. Откуда я могла знать, что так случится? Ну, Марат, пожалуйста. Неужели ты не выручишь меня? Ну, Марат. Когда тебе нужно? В 10 часов ровно. В 10 утра? Нет, ни за что не пойду. Анс должен прийти. Я обещала его ждать именно в 10. Слушай, Марат, прости меня, дорогая. В парикмахерской я встретил маленького Яна, и у меня обстоятельства складываются так, что я не попаду к тебе завтра в 10. Тренировка. Ты знаешь, нам... Я скоро с ума сойду. Ну, вот видишь, как хорошо быть женой гонщика. Утром тренировка. Я же... Днем тренировка. Даже ночью он спит под присмотром тренера в каком-то общежитии. Мар. Чудовище, а не муж. Ах, Анс, лучше уж ты брось свои гонки, а собирай только Марки. Не нужно никуда уходить. Сиди дома, со мной. Какой кошмарный эгоизм. А что, если бы он запретил тебе работать в театре? Март, я не подумал. Может быть, удастся на завтра отменить дела? Ровно в 10 я приду, и мы весь день проведем вместе. Нет, нет, дело прежде всего. Ты должен знать сам. А занятия на завтра я Март найду. Ну, мне нужно идти. Проводи меня, милая. До свидания. Ты видишь, судьба за меня. Не дуйся. Значит, на горке Харио в 10 часов. Такой высокий, блондин. Довольно симпатичный. Зовут Хейно. Если он такой симпатичный, этот Хейно, вот и отправляйся с ним. А я лучше пойду со вторым. Как его зовут? Райво. Райво. По крайней мере, не умрешь со скуки. Хоть музыку послушаю. Ведь эта рыбная ловля, тоска смертная. Ну, почему ты не хочешь? Неужели это так трудно? Райво, он... Он ведь замечательный гонщик. О, а ты случайно не влюблена? Сознавайся. Скажи, пойдешь? Хорошо, пойду. Чтобы это было в последний раз. Такой высокий, блондин, да, но не симпатичный. Сelo установлено. Ковчаю. Ковчаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, правда я сказал, места чудесные. Очень хорошо, мне нравится. А ведь наша страсть именно тем и замечательна, что ей нужны красивые места. О чем вы говорите? Какая страсть? Вы же признались мне. В чем я призналась? Ну, что вы страстный рыболов. Ах, да, ну, конечно, рыба моя страсть. Я ужасно люблю ловить рыбу. То есть, судить рыбу люблю. Вы отдохните немного. Эй, хорошо клюет. Тише, то рыб испугаете. Включать нельзя. Ой, товарищ Ласс, простите. Я вас сразу не узнал. А ты меня откуда знаешь? Я все гонщиков знаю. А то как же. Особенно хороших. О, вы, кажется, имеете успех. К сожалению, только у мальчишек. Товарищ Ласс, кто на этих гонках придет первым? Откуда я знаю, что я гадалка? По-моему, Раева Тамра. Лихой парень. Как вам нравится Раева? Первоклассный гонщик. А как человек? Да, по-моему, мальчик прав. А лихой парень это хорошо или плохо? Кому? Трудно сказать. Почему? Не знаю, хорошо ли это, но иногда мне самому хочется, чтобы обо мне сказали лихой парень. Вот ваш спиннинг. Спасибо. А я сначала буду купать. О, тоже верно. За вами уха, не забудьте. Уха? Вы же обещали. Удивительно, сколько успела наобещать за вчерашний день. О, вы еще и балетом занимаетесь. Да, когда остается время от мотоспорта и рыбной ловли. Совсем немножко. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здравствуй, Раевая. Ты же сказал, что не достал билетов. А билетов и нет. А зачем же ты здесь стоишь? Товарища жду. Он обещал мне принести комплект запчастей. Хорошо, тогда мы тоже подождем. Может, попадем в театр. Туда? Уже ни одного билета нет. Да шли бы вы лучше домой. Ну что ж, идем. До свидания. Ну вот, мы не опоздали. Так я поеду. Погоди, Петер, я вот что сделаю. Как только встречу Раева, я ему скажу, что считаю наш спор шуткой и надеюсь, что он тоже шутил. Верно. Что-что-то удивительное, что девушка не интересуется Раевой. Таких девушек сколько угодно. Застигни. И тем более Вайкин. Да. Уж в ком-в ком, а в Вайке я уверен. Да. Ведь это прямо рекорд. Какой же дорогой она ехала. Очень интересные запасные части. Эви, здравствуйте. У меня как раз есть лишний билет. Ого, Томми, это очень удачно, Томми. А моя подруга очень хочет пойти сегодня. Познакомьтесь. Милли. Очень приятно. До свидания, Эви. До свидания. До свидания. Ну, значит, мы лишние. Одну минутку. Я пошла-то. Вот, пошли. А где у вас соль? Что я натворил? Значит, ухи не будет. О, нет-нет, надо что-то придумать. Думайте скорее, а то я умру с голоду. Без выходных положений не бывает. Ну, хорошо. Рыбу чистить умеете? Все, что хотите, только не это. Ладно. Я рыбу вычищу, а вы поедете за солью. На чем это? Как на чем? На мотоцикле. Мотоцикле. Знаете что? Соль доставать поедете вы. А я почищу рыбу. Мне это когда-то даже нравилось. Нет, я этого не допущу. Садитесь на мотоцикл и поезжайте. А что, если пройтись пешком? Погода хорошая. Ну, что вы говорите? До хутора четыре километра. А когда вы приедете обратно, вся рыба будет вычищена. Угу. Вы не мучьте его. А то он не заведется. Это новый способ заводить мотор. Да нет, тетя. Это ИЖ-56. Выпуск 58-го года. Максимальная скорость 120 километров в час. Можно подумать, что ты умеешь ездить. Конечно. Не верю. Ах, вы не верите? ИЖ-56. ИЖ-56. Ах, вы не верите? Прома. Ах, вы не верите? Нет. Ах, вы не верите? Тетя, как его остановить? Не знаю! Ой! Ну, вот видишь, совсем не трудно было его остановить. Да! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Здравствуйте! Здравствуйте! Простите, не можете ли вы мне дать немножко соли? Конечно, могу. Заходите, пожалуйста. А вот это моя Мадонна. Ну, у нее не хватает зубов. Это верно. Ну, разве не потрепанную Мадонну найдешь в наше время, а? Да-да-да. Ну, кузнеца с допечаткой. Я вам так и быть за нее дам. Удивительно! У такого молодого коллекционера такие старые марки. Ух-х-х. Боже мой! Что это вы тут делаете? Разминаюсь. Ноги затекли от мотоцикла. А-а-а. Пожалуйста. Спасибо. Ух ты! Ну, поехали, быстро! Слушай, что же будет? Где ты теперь найдёшь токсена? Ну да, я об этом всю дорогу только и думаю. Мотоцикл! Ну, как дела? Мотор работал прекрасно. Она улетела? Видите, что делать и они? Ну, сейчас некоторые вытворачивайся. Я не знаю, что ли он в парень. Я не знаю, что ли он не думает, что он не сможет. Нет, первый раз слышу. Этот самый Анц хороший гонщик. Инженер, говорят, женился в этом году. В общем, хороший парень. И даже у него есть тайное увлечение. Что с вами? Укусила муха. Кто же она? Вы же сказали муха. Я спрашиваю, кем он увлекается? Марками. Да, да, марками. Давайте вашу тарелку. Вы, наверное, с голода умираете. Ну, конечно, со вчерашнего дня ничего не ел. Почему? Старался сберечь аппетит для вашей необыкновенной ухи. Чего вы ждете? Вас. Ешьте, ешьте. Мне нужно убедиться, действительно ли уха у меня удалась. Ну, ели вы когда-нибудь в жизни такую уху? Первый раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эви, ты на меня обиделась? Субтитры создавал DimaTorzok 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 А я вот что тебе скажу, сынок. Ты придешь первым, так и знай. Ну что, уже отпустили с работы? Да, еду на тренировку. Смотри, не подкачай. Постараюсь. Мы придем болеть за тебя всей бригадой. Смотри, не подведи нас, ты наша гордость. А проиграешь, не приходи на работу. Ты не давай никакому Раеву себя обойти. Желаю удачи. Спасибо. Ну что ж, она молодец. Да, обойдет Анни на круг. Да. Скорость хорошая и повороты берет. Повороты берет. Но странный выхлоп. Раева, ты был в институте? Заходил, а что? Дела плохие. Ты не ликвидировал свою задолженность. У меня времени не было. В деканате висит приказ. Последнее предупреждение. Опять? Угу. Участни, а ты обращается без границей. Ну а ты как? Порядок. Вчера сдал последний зачет. Геный. Слушай. Слушайте, Вайкин, как у вас со смесью? Кажется, в порядке. Пускай не кажется. Закройте кран. Ага. Очень богатая смесь. Какой процент бензола? 50. По такой погоде нельзя больше 30. А вы не пробовали с обтекателем? Еще нет, но хотела бы. Ну, это мы устроим. Я его вечером прицеплю. Здорово, Вайки, здорово. Продолжай в том же духе. Тренировка окончена. Ребята, были вчера с Вайки в театре. Ты чего ржешь? Да вот удивляюсь, как ты здорово врешь. Так что ж, может быть, это ты был с Вайки в театре? Очень возможно. Здрасте, ребята. Здорово. Ну, девушки, девушки, тренировка закончена. Будем пережидать дождь. После обеда приходите в мастерскую. Займемся техникой. Ясно? Ясно. Ну, а мне приходить? Да-да, обязательно. Ясно. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда это в такой дождь? Оказывается, домашнему животному нужно гулять. Невзирая на осадки, не менее двух раз в день. И я с вами можно. Пойдете. Если б только дождь, а то еще и ветер. А знаете, почему в Таллине частый ветер? Не знаю. Я расскажу вам. Это все из-за старого Томаса. Он очень любит вертеться в разные стороны. А вы, наверное, очень любите детей. Почему так думаете? Договоритесь со мной, как с Маренькой. Не потому, что я люблю детей, а потому, что я люблю... Люблю старого Томаса. Байка, вы на меня обиделись? За что? За прошлое воскресенье. Вам, наверное, было очень скучно. Ах, прошлое воскресенье? Нет-нет, наоборот. Я вам очень за него благодарна. А вы не согласитесь повторить эту проблему? А неужели она вам так понравилась? Кто? Ну, рыбная ловля. Это была лучшая рыбная ловля в моей жизни. Но только... Продолжайте. Видите ли, между нами была неправда. Что я не понимаю? Так ведь рыбу для нашей лухи я купил у мальчика. Ах, вот и о чем. Что это? Ваши часы, подарок дедушке. Почему у вас мои часы? Их мне отдал дедер. Вы же сами велели. А я забыл вернуть, когда мы приехали. Ах, ну, конечно, да-да. А я считала, что у вас гениальная память. Как? У вас еще одни часы? И такие же точно? Да, да. Знаете что? Эти от бабушки. Она всегда делает мне подарки, точно такие же, как дедушка. Чтобы я не сказала, чтобы я не могла сказать, чей подарок мне больше нравится. Ах! Ой, что же мне теперь скажет Марта? Марта? Кто это Марта? Бабушка. Часы в полном порядке, но такого стекла я подобрать не смогу. Что же делать? Не знаю. Антонио! Вы его знаете, да? Это мой песик. У меня из-за него назревает трагедия. Я просто в восторге, что могу его вернуть хозяину. Он меня измучил. Антонио, смотри у меня. Ну, Антонио, до свидания, собачка. Вы получили, Антонио? Да. А я могу получить часы? О, прошу прощения. Может быть, вы зайдете через 10 минут? Я поставлю вам небьющееся стекло. Ах, так? Я очень рада. До свидания. До свидания. До свидания. Мне кажется, уже пора на репетиции. Нет еще. А где твои часы? Мои? Мои часы? Да. Мои часы в ремонте. Уже? Ну? Да. Ой. В ремонте. Бракоделы. Я покупаю часы в подарок жене, они немедленно попадают в ремонт. Куда ты их отдала? Да вот. Куда? Куда? Вот сюда. Куда? Вот сюда. Сюда? Идем. Ну, чего ты стоишь? Идем, идем. Это ж новые часы. Чего там особенно ремонтировать? Идем, идем. Они наверняка готовы. Идем, идем. Анс, прошу тебя. Анс, мы пришли слишком рано. Ошибаетесь, пришли как раз вовремя. Часы готовы, прошу. Мои часы? Ой, Марк. Не страшно, это стекло не бьющееся. Сколько я вам должен? Нет, молодой человек, вы мне ничего не должны. Это подарок от Антонио на память вашей дате. Кто это, Антонио? Ваша дама знает. Марат, идем. Знаете, что, пожалуй, я забегу. Наверное, часы уже готовы. Хорошо. Я подожду вас. Здравствуйте. А, забыли что-нибудь? Готовы часы. Какие часы? Слушайте, вы получили часы? Получила? Вы что-то путаете. Я путаю, нисколько. Простите, ничего не понимаю. Извините, я сам ничего не понимаю. Я часов не брала. Взял часы у вас второй кавалер Антс. Кажется, его зовут Антс. Какой Антс? Откуда мне знать? Антс? Антс. Антс? Антс. А, Антс, да? Извините, все в порядке. Спасибо. До свидания. Спасибо. Репетиция окончена. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пойдете завтра на соревнования? Нужно болеть за райво. Просто смешно. Райво там ръедет, а весь болеть переживает. А то умрешь, было бы за кого. А мне этот райво совершенно не нравится. Не мне, не мне тоже завидуете. Идем в хам. Идем. У меня масса новостей. Я тебе все расскажу. Слушай, почему ты до сих пор не сменил резину? Я тебе 20 раз говорил. Ты мог бы и сам сменить. Бросьте, бросьте. Ты довольна спорить. Надо, чтобы машины были в исправности. Если они завтра выиграют, так это заслуга Черномазова Рейна. Хоть бы сказали спасибо. Каждая победа, это заслуга целого коллектива. Слушай, шеф. Да? Нужно поговорить. Ну, давай. Дай ключ. Знаешь, у нас в институте такие формалисты. Не допускают соревнований. Последнее предупреждение. Требует, чтобы я через неделю ликвидировал все задолженности. Чепуха. Я поговорю с кем нужно. Не беспокойся. Понимаешь, я не о себе думаю, а об интересах коллектива. Договорюсь, все будет в порядке. Спасибо, шеф. До свидания. Ребятки, а ну-ка, отойдите. Видите, теперь летит, как ветер. Это верно, с обтекателем гораздо лучше. Да и скорость увеличивается, километр на четыре. Совершенно точно. Аэродинамические расчеты уменьшают сопротивление воздуха. Ну как, Вайка, с обтекателем нравится? Ой, сначала как-то странно, а потом здорово. Я бы тоже хотела попробовать. Ну, зачем тебе обтекатель? Ты все равно на всех шуте обгонишь. Уже предсказывает. Что, что? Стало предсказывать. Что-то нельзя перед соревнованием. Тетя, как нехорошо. Ой, зачем вы надо мной в воскресенье подшутили? Воскресенье? А каким образом? Притворились, что не увидите ездить. А-а-а! Ну, хайна, благодарю за втекатель. С меня бутылка лимонада. Давайте забежим в кафе. Давайте. Я только вымою руки и переоденусь. Все? А-а-а! Нет, еще. Не много ли хайна занимается машиной Вайка? Он занимается машиной, а я хожу на свидание с Вайки. Ого! Вайки придет, куда я захочу. Хоть сегодня. Ты что? Вайки завтра идет на 100 километров. Мне все равно хоть на 500. Да и все насчет пари. Ясно. Уж ком в ком, а в Вайке я уверен. Не веришь? Хм. Слушайте, приходи сегодня к яхт-клубу часов в 10. Так, там тебя ждут море, яхты и твой Райво. Ты что, рехнулся? Почему же? Вы должны убедиться, что важнее для девушки спорт, наука или любовные дела. Возьми, передашь эту записку Вайке. Не пойду, это гадость. Что ж, дело твое. А, Рейн, ты нужен здесь. Петер, отнеси-ка ты. Эй, будущий чемпион, поди-ка сюда. Передай эту записочку Вайке Калас. Ты ее знаешь? Прекрасно знаю. Ну, молодец. Она пошла в кафе, это тут совсем близко. Ага. Пошли вместе. А что, если приделать полный обтекатель? Нельзя. Почему? Если будет такой ветер, как позавчера, смотрите, чтобы около яхт-клуба вас не опрокинуло. И вот еще что. Спрасывайте скорость, когда поедете через мост. А то можно сойти с трассы. Отто, съедим мороженое, а тогда пойдем. Успеешь, дело раньше всего. Держи. Он меня слушает. Интересно. Пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, сбитый слив. Хорошо. О, пожалуй, лучше не надо. Спасибо. О, бережешь фигуру, густо требует жертв. Нужно себя ограничивать, а я не могу. А наша Ира? Она скоро совсем должна будет бросить балет. Все время есть только пирожные. Ира? А кто это Ира? Это наша пребабалерина. Ой, послушала бы ты, что она говорит. Называет Райва. Тавра мой Райва. Я понимаю, если бы его так называли Миле, а о тебе я уже не говорю, я вообще не люблю хваст. Да. А ты знакома с Райвом? К сожалению, нет. О, ну, я тебя с ним познакомлю. Я тебе могу рассказать о нем столько интересного. Извините, пожалуйста. Вам письмо от Райва Тамры. От Райва Тамры? Да. Благодарю. Пожалуйста. Ты как будто не знакома с Райва Тамры. Простите. Я должна с вами поговорить наедине. Пожалуйста. Понимаете, по-моему, предупредить вас мой долг. Вы только что получили записку, да? Не верьте, не надо. Райва ухаживает за вами только из-за какого-то пари. Да-да. Все из-за пари только. А вы откуда знаете? Райва говорил мне сам. Ага. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Пить я не буду, понятно? Выпейте. Но завтра соревнования. Сейчас же поворачивайте обратно. Куда вы торопитесь, Ваньки? Мне здесь больше делать нечего. Все ясно. Что вам ясно? Ясно. Что же? Ясно. Я выиграла пари, вот. Какой еще пари? Я поспорила с Аней, что заставлю вас пойти, куда захочу, накануне соревнования. Как? Это еще что такое? Что за глупые пари? Неужели вы это осмелились сделать? Что ж тут обидного? А вы не знаете. И вы мне этого не простите? Да никогда в жизни не прощу. Чудесно. Значит, вы отвезете меня домой. И не подумаю. То есть как? А так. Я еще за этот спор должен рассчитаться с вами. Я сама уйду. Прошу, путь свободен. Вайки, возьмите вашу сумку. Оставьте себя на память. Дорогая ледышка. Иди ночевать в мой номер. Если Анзе будет звонить, ты марать. Целую тебя. Ай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, ну-ка. Ай, ну-ка, ну-ка. Ай, ну-ка. Ай, ну-ка. Ай, ну-ка. Привет. О-о-о. Ай, а-а-а. Здравствуйте, Крис. Везёт меня на вашу семью сегодня. Только что видела Марта эти туалеты. А где вы видели Март? Март катается с Раева на яхте. С Раева на яхте? Может быть, я ошиблась? Может быть, это была вовсе не она? Даже, наверное, просто платье было такое же, как у Март. И точно такая же прическа. Хотя я не ручаюсь. Вы же знаете, какое у меня ужасное зрение. Хотя откуда вы можете знать? Вы так редко заходите за кулисы. Право, это нас очень обижает. А почему вы так редко приходите в театр? Некогда. Ваша жена уже стала довольно мило танцевать. Вася, я ужасно люблю, у нее чудесный характер. Ну, надеюсь, вас скоро увидите, Анса. Жду. Немного! Приблюда. Немного! Мама, что с тобой? Перепугалась. Мне что-то приснилось. Почему ты здесь? Ведь завтра соревнования. Я вышел пройтись и встретил Кристи. И она уверила меня, что видела тебя на яхте. Чепуха. Меня видела. С кем бы ты думала? С Раева? Ясно, почему ее нет. Марта, о чем ты говоришь? Кого здесь нет? Ко мне хотела зайти Кристи. Эта Кристи страшная болтушка. Конечно, она все перепутала. Перепутала? Значит, это был не Раева? Ну, Раева это была Раева. А вот вместо тебя была Вайке. Отчин бы не хотела, чтоб она попала в его коллекцию девушек. У Раевой их более чем достаточно. Без нее. Ой! Что с тобой, Марта? Голова разболелась. Сейчас я буду тебя лечить. Что, Марта? У меня и горло болит. У тебя высокая температура. Ну вот, не слушала старших. Я пойду за лекарством, а ты лежи. Ой, простите, пожалуйста. Моя жена заболела. У нее высокая температура. Заболела жена? Ой, как жаль. У вас нет чего-нибудь от гриппа? У нас в аптечке есть. А? Пойдемте, я вам дам. Пойдемте. Прошу. Прошу. Пойдемте. 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 Ты же, Анц не звонил? Только что ушел. Сейчас вернется. Вернется? Да. А он не догадывается? Конечно, нет. Он думает, что на яхте была я, так что можешь не беспокоиться. Надеюсь, ты провела хорошо сегодняшний вечер. Что ты стоишь? Скорей ложись в постель. Он сейчас вернется. Здравствуйте, Анц! Здравствуй. Сочувствие от всей души. Да, такое несчастье. Взяла и заболела. Идём к ней. Идём. Так, ничего. Сейчас я принесу кипяточку. И будем начинать. Скажи, что случилось. Ничего я не могу понять. Ничего особенного. Ты больна и всё. А лучше объясни, как ты попала на яхту. Мне... Утром объясню. Нальём кипяточку. Давай градусник. Это надо немножко поближе. Ну? Я не хочу. Будь умницей, будь умницей. Это совершенно не боль. Немножко пожжёт и всё. Не хочу. Марат. Марат, что за капризы? Ну, слушаться! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Пусти меня! Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Сейчас! Сейчас! Ой, ну-ой-ой... Спокойно! Спокойно! Ой, сними их, сними их. Ой, что-то очень больно, я не могу больше пустить. Не-не-не, будет не больно. Ой, я не могу больше. Лежи спокойно. Ну, мне пора идти. До свидания, крошка. Анс, не беспокойся. Она у нас в семье всегда считалась нежной. Так что? Я тебя поставлю на ноги. Но мне становится хуже. Сейчас станет гораздо лучше. Пей, Марат. Я не буду пить. Не хочу, не буду горькой, не хочу. Оно же вкусное, не горькое, посмотри. Ой, нет. Тьфу. Ну-ну-ну, надо выпить, давай. Так. Оп. Так. Наступил долгожданный день. Сегодня проводится первенство Эстонской ССР по мотоспорту. Известно, что у нас это самый популярный вид спорта. Сегодняшние соревнования по кольцевой гонке привлекли в Пирита больше ста тысяч таллинцев. Наша кольцевая трасса одна из труднейших и интереснейших трасс в Европе. Итак, ожесточенная борьба на звание чемпиона республики начинается. Сегодняшние соревнования имеют особое значение. В них впервые примут участие молодые гонщики. А тот, кто победит сегодня, будет иметь право на участие в больших международных соревнованиях. Через минуту стартуют, как всегда, первыми женщины в классе мотоциклов до 125 кубических сантиметров. Им предстоит пройти 15 кругов. Дистанция 101 километр. До старта осталась одна минута. Тренерам, механикам и репортерам освободить трассу. Гонщикам надеть очки. Приготовиться. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нам сообщают, машина номер 33 Вайке Калос с отличной техникой езды прошла поворот Руми обогнала своих конкурентов и теперь Вайке Калос лидер соревнования С поворота Козы сообщают, напрямую машина Тамик идет быстрее Она снова обошла Вайке Калос Между ними завязалась настоящая борьба за лидерство Зрители с волнением ждут, чем она кончится Смотрите, Аня напрямую ее обгоняет, машина лучше Посмотрим, как она будет на повороте Гонку ведет номер 62 Анни Тамик Номер 33 Вайке Калос не отстает от нее Гонщицы приближаются к повороту Анни Тамик сбрасывает газ Вайке Калос преодолевает поворот, не уменьшая скорость И снова обходит Аня Тамик Смотрите, Вайка вырвалась Обошла Она правильно тормозила Красиво едет Надо дать ей машину получше Ребята, посмотрите, какое время Отлично Последнее сообщение с трассы Впереди новый лидер На последнем круге вперед вырвалась незнакомая Таллинцем Молодая спортсменка Вайке Калос Гражданин, пройдемте Вы что, не видите беремку? Вижу, я слава бог не слепой Я приглашен вон туда на день рождения Ну хоть бы свататься А вы почем стоите? Попрошу вас Вот из-за поворота показались лидеры Впереди номер 33 Вайке Калос Первая победа в этих соревнованиях Первый чемпион Дорога на международные соревнования открыта Ура! Ура! Ой, спасибо тебе Желаю счастья, Вайка Поздравляем Ну, Вайки, поздравляю Анс, где Марат? Марат? Я ее не выпустил Она очень хотела прийти Но я воспользовался авторитетом мужа И запер ее на ключ Я пошел Держи палец на счастье Хоп! Поздравляю Спасибо А я достоин пожать чемпиону руку? Почему же нет? Поздравляю Спасибо Скажите, а как вы добрались до дома? Поздравляю С вами ничего не случилось? Со мной? Да А что? Все хорошо? Да А вы очень Вы хорошо плаваете Что? Поздравляю Спасибо Спасибо И что же Я плавала Вы на меня не обиделись? А, не обиделась? Да Очень немножко А за что я должна была на вас обидеться? Поздравляю Спасибо Ну, мне было очень неприятно Вайке Как вы могли заключить такое глупое пари? Я глупое пари? Сами подумайте Ну, я попытаюсь исправиться Так значит, мы танцуем сегодня вечером О, это будет видно А я танцую только с чемпионом Ребята, сегодня вечером вы увидите, что я выиграл пари Ну Райва? Да Оставь в вайке Не собираюсь Вот что Будет, будет, будет Что ты? Что вы, ребята? Что это такое? Что тут за базар? Я его предупредил Скажи еще слово Я тебя сниму с соревнования Мы не на танцульке Уходи отсюда Пойдем 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 Живо по машинам Слушай, зачем ты обидел Райву? Вот возьмет и уйдет от нас в Динамо Уйдет с катертью дорога Но ведь Он только там и не был Ты шутишь С кем ты будешь работать, если чемпионы разойдутся Со спортсменами Я тебя Я тебя Не понимаю Ведь Райву наша слава Ведь Ведь он 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 такой Такой гонщик У него самые лучшие показатели Показатель еще не спорт Ну, как знаешь А твою педагогику мы разберем, где следует Наступил самый интересный момент соревнования В воздухе чувствуется особое напряжение Это как будто бы тишина перед бурей Которая разразится в тот момент, когда на трассу выйдут машины с колясками Учитывая результаты, показанные на тренировке Неоднократным чемпионом республики, мастерам спорта Райва Тамре и Ансуракс Придется серьезно опасаться конкуренции молодого спортсмена Рабочего порта Хейну Ласс Нам остается внимательно наблюдать за тем, что произойдет на трассе Что покажут 20 кругов Гонщики в классе машин с колясками выстраиваются на старте Идут последние приготовления На первых кругах особенно не нажимай Не надо Внимательно следи за моими указаниями Ну, ни пуха, ни пера Не твое дело, понял? Нет, мое, и больше, чем ты думаешь Ах, вот что Ее только чемпионы интересуют Так при чем здесь ты? Это мы увидим До старта осталась одна минута Тренерам, механикам и репортерам освободить трассу Гонщикам надеть очки Приготовиться Внимание Марш! Трассы нам сообщают Гонку ведут Анфракс и Аньянус, номер 10 За ними Райва Тамре и Рейн Крон, номер 2 Третьи ведут Орвей и Тукс, номер 17 За ними тесные группы и гонщики номер 15, 5 и 3 Никак не могу понять, зачем это, ведь можно голову сломать Соревнования, тот, кто выиграет, получит приз А, материальность, заинтересованность А что получат остальные? Что остальные? Ага Райва Тамре и Рейн Крон Между ними завязалась ожесточенная борьба Скорость нарастает Она доходит на отдельных участках До 150 км в час Заносит Рейва Выходи Я считаю, что первое место у нас в кармане А ты говоришь, пусть уходит Я говорю, что мы его слишком избаловали Нельзя же так Не забудь, человек, это для нас самое главное Для тебя главный не человек, а чемпион О молодежи ты не думаешь Это твое дело, думать о молодежи Конечно, а твое показатель А? А? Браво, номер 15! Послушайте, он же последний. Ну да, последний? Что вы меня путаете? А первым идёт номер 10, который сейчас третий. Это какая-то ерунда. Ну как может номер 10, который идёт третьим, быть первым? Это нелогично. Номер 10 идёт первым потому, что обогнал остальных на круг. Как может номер 15 быть последним, когда он идёт впереди? А первым этот номер 10. Если он только на этом круге едва догнал отстающих. Лидерами гонки становятся Райва Тамре и Рейн Кром. А Дулиль потерял своего колясочника перед троса у моста Люкати и вынужден был сойти с трассы. Рекордная скорость на трассе. Хейну Лаас и Олеф Сепп прошли предыдущий круг за 3 минуты 43 секунды. Теперь они уже нагоняют лидера. Матери, у меня палец болит. Несите. Из-за поворота к Альмицу вырывается машина номер 2. Это серьёзные претенденты на звание чемпионов. Райва Тамре и Рейн Крон. Вот показывается машина номер 5. Это молодые мото-гонщики Хейну Лаас и Олеф Сепп. Ну, Малинир. Светлана, я овать. Мастер, я овать суши Малыш. 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 Три. Малыш. Тоже победит! Ну и машина же у Хейна. Поет прямо как орган. Эй, ребята, пусть только Хейна придет первым. Устроим в порту встречу с духовым оркестром с музыкой. Поехали. Последнее сообщение с кольцевой трассой. В первом месте поворота перед, не снижая скорость, вырвали вперед молодые гонщики Хейна. Лас и Оля, все. Сейчас они ведут гонку. Вот лидеры вышли на последний круг. Впереди по-прежнему Хейнулаас и Оливасеп. Сразу же за ними Райва Тамре и Рейн Крон. На прямой Райва Тамре и Рейн Крон выжимают из машины максимум. Стараясь обогнать Хейнулаас и Оливасеп, номер второй не рассчитав скорости, не взял повороты и сошел с трассы. Райва Тамре и Рейн Крон теряют драгоценные секунды. Будьте любезны бутылочкой кефир. Спасибо. Позвольте, позвольте, Антонио! Позвольте, 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 Антонио! Антонио! Ой-ой-ой-ой, какое недопустимое легкомыслие! Собака оказалась на трассе. Из-за беззаботности ее хозяина могла произойти катастрофа. Лидеры Хейнулаас и Оливасеп реагировали мгновенно. Приближается машина номер два, а мотор машину номер пять не заводится. Хейнулаас и Оливасеп, толкая машину перед собой, пытаются пересечь видео финиша. Успеют ли они? Секунды бегут. Удастся ли гонщикам, у которых победа была почти уже в руках, прийти первыми к финишу? Напряжение достигло высшей точки. Нервы зрителя напряжены. За поворотом слышен шум мотора. Это, наверное, уже Райва Дамре и Рейн Крон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рот Рот Да, вы делали? Убирай вот амбре и рейн крон. Здравствуйте, мальчики. Складываемся по домам. Заклеили теперь хоть куда. Мальчики, а где чемпион? Еще не извалил явиться, гуляет. Привет, ребята. Поздравляю тебя. Спасибо. Что ж, признаете себя побежденными, значит, 2-0 в мою пользу. Точка! Так, 2-0. Очень мило провели вчера с Вайкой вечер на яхте. Расскажи своей бабушке. Не верите? Вот, пожалуйста, в залог оставлена сумка. В каждом магазине есть такие сумки. Если даже Вайкой была с тобой, зачем же болтать? Не стыдно. Что вы ворчите? Держали парень? Держали. Видите, я вам доказал, что... Доказал, что ты бессовестна. Не нужно делать из муки слона, ребята. Что тут такого? Ну, об этом мы еще поговорим с тобой на собрании. Понял? Ах, вот что еще собрание. Ну, ясно, будут воспитывать. Разговоры о моральном облике советского спортсмена там. Какой ты советский спортсмен? А чем я плохой? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. До свидания. Какой ты? Подлец. А ты что думаешь, ты лучше? Кто с ним спорил? Но я думал проучить его. Вы что, не знали, что из себя представляет Раеву? Слишком много о себе думает. Все он. Другие ничего не стоит. Надо его за это проучить, как следует. Придумаем что-нибудь, ребята. Такое, чтоб помню. Почему мне раньше не сказали? Вайка сестра моей жены. Да. Ты ведь нас не познакомил со своей женой. Сегодня познакомлю. Постойте. Постойте, есть хорошая мысль. Да. Из-за этого мне и пришлось за тебя плавать второй раз. Значит, не сердишься больше глупое. И я не должна буду опять изображать доброго ангела. Даешь мне слово. На рыбалку не пошлешь. И глупости не будешь делать. Здравствуй, Вайка. Здравствуй. Я хочу тебе сказать, что меня твой поступок удивляет до глубины души. Как ты могла, не понимаю, серьезная спортсменка, комсомолка, студентка, сестра моей жены, как ты могла отправиться накануне ответственного соревнования в увеселительную прогулку на яхте, а? Да еще с кем? На прогулке была она. Кто была? Марат. Марат? Быть не может. Я была. Ничего не понимаю. Значит, меня оставили... Анс, слушай, я тебе расскажу по порядку. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Вайке. Значит, сегодня весь вечер вы танцуете со мной. Очень сожалею, я весь вечер обещала танцевать. С Хейну. Ну, мы договорились с Вайке. Да, но если по-честному, вы должны отдать половину приза. Кому? Щенку. Ха-ха-ха. Что же, Райво? Оказывается, паритый все-таки проиграл. Рано радуешься. Я пойду поговорю с ней и все вводит... ...как вы себя чувствуете? Сейчас превосходно. Но все-таки болит? Все-таки еще болит. Но теперь зато я каждый день могу к вам ходить лечиться... ...и все будет на законном основании. Ребята, подите сюда. Ну? Все-таки. Вайкин, нам нужно друг с другом объясниться. Вам что-нибудь непонятно? Ну хорошо, виноват. Парень неудачная, но я все-таки люблю вас. Вайкин, пожалуйста, отдай сумку, хватит шутить. Сумку? Моей жены. То есть как? Она твоя жена? Нет. Чья это сумка? Моей жены. Ваша сумка? Нет. Может быть, это ее сумка? Вайкин, я бы хотел с вами поговорить. А может быть, все-таки с ней? И даже, может быть, ни с одной из них, ни со мной, а с кем-нибудь еще? Вот видишь, Вайкин, даже самый лучший гонщик не может идти сразу по двум маршрутам. Вайкин, я хочу, что бы не было. Ваше внимание, что ты не должен ни пить, ни курить. Ты же проиграл. Эви, идем танцевать? Нет, я уже обещала Петеру. Ну ничего, все еще можно устроить. Дорогая, пожалуйста, не отказывай Раева. Ему очень хочется танцевать. Поехали. Одну минуту. Прошу простить, товарищ, я нарушил ваше веселье. Должен вам сказать, что тренерский совет решил направить на международные соревнования нашу чемпионку Вайке Калас. Хейно Ласс! Что? Хейно? Хейно! Спасибо. Дружище. Почему Ласс? Первым я пришел. Решение совета тренеров. Совет надеется, что во время международных соревнований щенка на трассе не будет. А что же старый Томас? Старый Томас советует. Девушки в зале, посмотрите внимательно, не сидит ли рядом с вами такой рай вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...